И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзо Хедж, и сегодня я буду рассказывать о моем новеньком моде под названием In Time Presence. И этот мод позволяет вам, а если бы точно, то не позволяет, путешествовать в другие измерения. Вот, допустим, я зашел в Незер и... И фигушки, я в Овере. Ну вот, собственно, все, что делает этот мод. Хм, шучу, конечно. Итак, по сути, этот мод добавляет такой параметр, как время, к каждому игроку. Это то время, которое он может провести в своем неродном измерении. Неродные измерения установятся в конфиге, и по умолчанию это все, кроме Овера. То есть, допустим, Незер — это неродное измерение. Для того, чтобы этот таймер нам себе, как бы, повысить, наполнить чем-то, нам с вами придется найти вот такую вот руду в мире. Если вы в Овере, вы, соответственно, выкапываете вот такой вот кусочек руды. Если в Незере вот такой вот, ну и последний в Энди, да. Они, в принципе, похожи, только отличаются текстурой самой по себе. И для того, чтобы их выкопать, вам понадобится ни много ни мало алмазная кирка, не меньше. Мы с вами получаем руду в таких вот блоках, пока их куда-нибудь спрячем, для того, чтобы, не дай бог, не потерять, потому что вещь ценная. И первый предмет, который нам с вами необходимо будет сделать, называется обсидиановый котел или обсидиан колдрон, который делается при помощи ванильного котла и обсидиана. В принципе, достаточно простой рецепт. Вы пока крафтите, а я себе возьму из креатива для обзора, да. И нам с вами понадобится ведро лавы. Ну, точнее, даже не то, чтобы ведро лавы, нам с вами понадобится где-нибудь лавовый блок. Допустим, вот здесь. Вам потребуется именно сорсблок, текущая лава не подойдет. Дальше этот котел нужно поставить над лавой, и теперь он готов к работе. Зачем он нам с вами нужен? Давайте возьмем себе уголь и песок. И засунем его в котел. Дык-дык. У нас с вами забралось по 4 каждого ингредиента, и пошел процесс. Процесс, ребятки, долгий. И почему-то он мне сейчас сказал, что у меня нет лавы внизу. Небольшие глюки, видимо, ничего. Нормально все. Все нормально, все хорошо. Процесс долгий, и мы с вами на выходе получим коксовый уголь. Вот такой вот. И готово. Хотел бы сказать почти, но не успел. Вот. Советую вам поставить несколько таких котлов, потому что у этого коксового угля вам понадобится приличное количество, а делается он, как я уже говорил, достаточно долго. Или вы можете использовать любой другой коксовый уголь. Правда, у меня есть небольшой баг, я его немножко неправильно внес в Ордикшнере. Но в итоге, после обновления, вы сможете использовать любой. Зачем он нам с вами нужен? Нам в итоге нужно получить два таких угля и один железный слиток. Снова это дело запихнуть в котел. Он, правда, здесь пока процессится. Но ладно, рецепт мы с вами заменим. И после того, как здесь закончится процесс приготовления еще одного коксового угля, мы с вами будем получать чугун или Крут Айрон. Давайте дождемся. Как мы видим, процесс идет достаточно быстро уже по сравнению с коксовым углем. И на выходе мы с вами получаем один слиток чугуна. Зачем он нам с вами, в принципе, нужен, этот самый слиток чугуна? Нужен он нам с вами для того, чтобы произвести следующую машинку, которая, собственно, является основной в этом моде. Называется паровой молот или стим хэмер. Рецепт у нее следующий. Нам нужно четыре Крут Айрона. Нам требуется обсидиан, зажигалка, поршень, которая делается вот таким вот образом. И в поршне, ребятки, требуется аж блок этого самого чугуна. И дальше два резервуара. Вот таких вот. Делается достаточно просто. Я возьму его отсюда, опять же. И поставлю его куда-нибудь в мир. Совершенно без разницы куда, но сразу советую вам сделать рядышком какую-нибудь лужу с бесконечным источником воды. Я почему-то думал, что я в креативке, а я оказался не в креативке, поэтому лужу мы с вами сделаем вот таким вот образом. И, в принципе, в креативку мне лучше войти, потому что иначе получается лажа вместо лужи. Это бывает. Бум-бум, бесконечный источник, да. И если у вас нету никакого мода, который предоставляет трубы в этом моде, то, ребятки, сюда воду вам придется запихивать ведрами. Вот таким вот образом. Либо, если хотите, можете положить ведро с водой сюда. То есть, в принципе, как вашей душе заблагорассудится. Дальше сюда нужно положить что-нибудь, что горит. Можно положить наш коксовый уголь. Можно положить... Почему-то у меня G.I. здесь странно себя ведет. Можно положить обычный уголь. Давайте его положим. И начался процесс нагревания. Как только температура достигнет 100 градусов, у нас с вами вода начнет кипеть и превращаться в пар. Из-за 10 милливедер воды у нас с вами получается 1 милливедро пара. Зачем нам с вами этот пар нужен? Если мы с вами, опять же, возьмем эту штуку и посмотрим на ее юзаж. Во-первых, при помощи нашего Steam Hammer мы можем из любого слитка получать пластины. Это интегрируется со всеми модами. Но, собственно, добавляет свои также в том числе. Кстати, здесь была какая-то вот лажа, допустим, смотрите. Карбонового слитка нет? Окей. Надо будет поправить. И здесь мы видим, сколько пара нам потребуется на то, чтобы получить тот или иной рецепт. Но, в принципе, в первую очередь нам нужна эта штуковина для того, чтобы обрабатывать наши руды. Из одного блока руды у нас с вами получится 2 осколка, которые требуют 600 милливедер пара на свою обработку. Сколько у нас здесь с вами сейчас? 800. Кладем сюда нашу руду и пошел процесс. Бдыщ. Бдыщ. Каждый вот этот вот бдыщ забирает отсюда 100 милливедер пара. Соответственно, когда мы с вами видим, что у нас, допустим, было нужно 600 милливедер пара, у нас с вами означает то, что молот ударит 6 раз перед тем, как будет здесь произведен результат. В этих вот шардах у нас с вами содержится само по себе время, поэтому советую тоже сделать их много. Но еще эта штука нам нужна для того, чтобы из алмаза сделать алмазную пыль. Только мне нужно еще себе немножко воды взять для этого, потому что уж очень неудобно. Надо будет добавить трубы, но как-нибудь потом добавили воды. Потому что если мы с вами посмотрим на юзаж алмаза в Steam Hammer, мы увидим, что нам с вами нужно 1300 милливедер пара для того, чтобы получить 2 шарда. Соответственно, давайте дождемся этого момента. И у нас есть 1400 уже, да? Положим сюда алмаз, пошел процесс, алмаз сразу съелся. У нас с вами уходит пар с каждым ударом по 100 милливедер, как я уже говорил. И через 13 ударов мы с вами получим вот такие вот... Нет, не получим. Ну, в смысле, здесь их у меня нету, да? Ладно, пусть он здесь пока долбит, а мы с вами продолжим. Зачем нам с вами нужна вот эта вот долбежка? Для того, чтобы сделать 2 важных предмета. Один называется Bionic Eye, или бионический глаз, который делается при помощи 4-х Diamond Shard, 4-х Dimensional Shard и стекла. Делается он в обсидиановом котле, вот здесь. Ну, я не буду его сюда, собственно, пихать, я просто его возьму себе отсюда. Как только мы с вами получили этот глаз, нужно сделать правый клик для того, чтобы его надеть. Как только мы это сделали, мы внизу с левой экрана видим время, оставшееся для нас в других измерениях. Здесь сейчас нули означает то, что мы, собственно, как только войдем, сразу же телепортируемся назад на спаун. И, кстати, да, если, допустим, у вас есть кровать уже, вы ее куда-нибудь поставили, вот сюда, да, сделали себе survival, сделали себе ночь, если я научусь писать, и поспали в этой кровати, то есть установили себе точку спауна, то когда мы с вами будем возвращаться из измерений по истечению времени, мы с вами будем оказываться уже не на спауне мира, а на спауне нашей кровати. Я вам это продемонстрирую, просто кровать пока поставил, да, и вот, собственно, наши осколки получились. Вот, каким же образом это время нам увеличить? Для этого требуется второй предмет, называется там, этот предмет батарейка времени. Делается вот таким вот образом, нам с вами требуются железные плиты, один осколочек и два вот этих вот осколка алмаза. Берем эту штуку, и дальше делаем себе две машины, которые работают в паре. Одна машина называется машина времени, она, правда, нас не будет перемещать по времени, но она зато сможет работать с нашей батарейкой времени. А вторая машина называется процессор шардов, ну, обработчик. Давайте возьмем обе. Рецепт я вам не показал, но я думаю, что вы успели его видеть, да и сами посмотрите, не маленькие. Поставим их рядышком друг с другом, и вот этой машине, нашей машине времени, требуется Redstone сигнал. Неужели я себе никуда не положил здесь рычаг? Странно, когда я делал обзор на английском, рычаг там был, ну да ладно. Ладно. Поставим сюда землю, поставим сюда рычаг, и бум. Подали Redstone сигнал, у нас с вами выехала такая вот штуковина. Зачем эта штуковина нужна? Правым кликом кликаем по батарейке при помощи нашей батарейки времени. А таким образом она сюда влезает. Убираем Redstone сигнал, и она запихивается в блок. Все, теперь этот блок готов как бы засовывать время в батарейку. Время у нас с вами вырабатывает вот эта машина, у нее вот такой вот интерфейс. Здесь мы видим нули, означает то, что сейчас времени в ней нет. Давайте я на секундочку вытащу отсюда батарейку, чтобы вам было нагляднее. Для этой машины требуется какое-нибудь горючее, Ender Pearl'ы и вот эти вот шарды наши с вами пространственные. Кладем сюда то, что... В смысле, я же взял уголь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ужас какой был. Кладем сюда это все добро, и мы видим, что у нас начало вырабатываться время. Время вырабатывается и хранится в этом блоке. Если мы с вами блок разобьем, все время, собственно, улетучится никуда, поэтому старайтесь этого не делать. Один шард, который мы с вами сюда положили, будет нам... Ну как, даст нам 30 секунд этого самого времени. Одна Ender Pearl'а горит 1000 тиков, так что здесь, в принципе, немножко попроще все будет с Ender Pearl'ами. Уголь, как мы видим, кончается сильно быстрее. Давайте дождемся момента, пока здесь будет 30. 30 секунд, ровно. Убираем Redstone сигнал, запихиваем сюда нашу батарейку, и блок становится зелененьким. Означает то, что время отсюда перетекает вот сюда. Давайте подключим Redstone сигнал, заберем батарейку, и мы увидим, что на ней написано 600. 600 это, ребятки, время в тиках. Теперь, если мы сделаем Shift правый клик по батарейке, мы переключим ее режим в режим отдачи времени. То есть, таким образом, время будет переходить из батарейки к нам. Делаем правый клик, и забираем себе 20 секунд. Если сделаем Shift правый клик еще раз, и сделаем правый клик, отберем 20 секунд у нас, и поместим это дело в батарейку. Таким образом, можно, в принципе, делиться временем, пока вы в коем-нибудь другом измерении. Давайте себе возьмем 20 секунд, и пойдем с вами в Nether. И вот теперь-то я, собственно, в Nether. И мы видим, что у нас с вами тикают часики назад. Сейчас они тикают, ну, приблизительно так, как в реальном времени, да, но иногда бывают небольшие скачки. Это то, что у меня Nether прогружается, поэтому, ну, лаги серверные, да, знаете, что это такое. Как только время закончится, она с вами телепортирует назад, телепортирует в Овер, но в нашем случае в кровать, точнее к кровати. Ей, я у кровати, отлично. Что нужно сказать еще по этому поводу? Во-первых, давайте себе возьмем еще некоторое количество времени, потому что оно мне требуется для демонстрации. Очень мне нравится, как это выглядит прямо, я сам с собой доволен, если честно. Так, время поместили в батарейку. Забираем батарейку, она в режиме отдавать время. Еще 20 секунд нам, допустим, с вами есть в Nether. И сейчас я попробую в Nether умереть. Как вы видите, я в Сурвайвере нахожусь, не в креативе. Поэтому давайте прямо, у-у-у-у, сбросимся, да, прямо в лаву. У-у-у-у, какой кошмар, я потеряю все свои вещи, а, я сгорю, зигарит. У нас с вами осталось еще 9 секунд. Нажимаем на респаун, и мы с вами оказываемся у кровати со всеми своими шмотками, со всеми своими пожитками. Единственное, что у меня что-то где-то все-таки глючит этот самый шитквик. Ну ладно, поправлю. Вот. И, собственно, что это означает? То, что если мы с вами умираем в как бы другом измерении, мы с вами теряем только время. Ноль. Все предметы, которые у нас с вами были, они остаются. И это можно отключить в конфигах точно так же, как и указать, какие измерения будут для нас неродными, да, скажем так. Так. И последнее, собственно, что этот мод добавляет, это вот такой вот совершенно простенький водный насос. Когда мы к нему подаем редстоун сигнал, ему требуется любой стоячий блок воды, даже один, не обязательно делать бесконечный источник для того, чтобы работать. Он работает от редстоун сигнала, весьма халявная штука, но для того, чтобы его сделать, нам с вами придется немножко развиться в этом моде. Называется он Water Pump, и делается он вот так, нам требуется чугун. Ну, конечно же, если у вас нет других модов. Вот, ребятки, а на этом, пожалуй, все. С вами был Zig the Hedge, надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз, до новых встреч, как обычно, всем счастливо и пока!